Всем так иный привет, с вами Dream. Ну что ж бойцы, кажется золотой фараончик будет провалом, да, боюсь, чтобы не было большим разочарованием для нас с вами этот золотой фараон, потому что оказывается у него будут спец возможности, мы с вами поговорим сегодня об этом в ролике. Также, ребят, мы с вами поговорим именно про награды следующего Royal Pass 13, а именно мы с вами рассмотрим все, что нас там ожидает, да, именно как будет выглядеть в игре именно скины. Помимо этого, ребятки, мы с вами еще поговорим про золотой костюмчик, который нам должны добавить уже завтра в игру, и вы увидите, как будут выглядеть эти скины, вы увидите, как будет выглядеть мифический ДПС, мифический скин на АВМ, и, в принципе, можете решить для себя, нужно ли вам это или нет, да, будете ли вы это крутить или нет. Я, конечно же, крутить буду, буду крутить на аккаунте Хардбаса, так что не пропустите видосик, будет с утра пораньше, ребят, будем просто по фулу все оттуда забирать. В общем, всем желаю приятного просмотра, видосик должен быть интересным и полезным, если он вам понравится, обязательно поддержите его своим царским лайком, также, ребятки, не забывайте подписываться, потому что только с помощью вашей подписки у нас появляется шанс достичь цифру 500 тысяч подписчиков до нового года. Поэтому, если вы вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте свой лайк, конечно же, рекомендуйте друзьям, ну и не забывайте участвовать в розыгрышах, потому что все розыгрыши на канале, конечно же, специально для вас, ребятки, в знак благодарности за вашу поддержку. Розыгрыш прокачки аккаунта, ссылка в описании, розыгрыш трех РП, розыгрыш пяти ПП машинок, все это в описании. Ну и, конечно же, подписывайтесь на Телеграм, ребят, там самая полезная оперативная информация. К примеру, там в Телеграме я выложил скрин, как будет выглядеть именно костюмчик золотой, прямо сейчас вы видите его головной убор, да. Многие согласились, что разработчики чуть-чуть именно перестарались, да, с этим костюмом, но, к сожалению, немногие знают, что у данного золотого костюма будет еще и эффект дополнительный при убийстве, ребят. То есть, если вы кого-то убьете, у вас будет вот так вот загораться башка. Честно, не знаю зачем, вообще, если честно, не понимаю, зачем это нужно. Просто светлячок какой-то будет бегать по карте при убийстве врагов, у вас загорится голова, ну и вы будете прекрасной мишенью для ваших врагов. Я не знаю, зачем это нужно, с чем это связано, почему добавили. Но многие ребята в телеграм-канале, снова же повторюсь, именно в комментариях, согласились с тем, что что-то разработчики переборщили. Во-первых, с костюмом он слишком массивный, а во-вторых, вот этот эффект золотого именно уровня, да, потому что это седьмой уровень фараона, он тоже, в принципе, лишний. Зачем он нужен, я не понимаю, честно, ребят. Жду ваше мнение в комментах, скажите вы, достойно ли это седьмого золотого уровня или нет, нужен ли нам такой эффект или нет. Но, если честно, мне кажется, что здесь чуть-чуть переборщили, вот прям, прям переборщили. Не знаю, жду ваше мнение в комментах, это лично мое субъективное мнение, ребят. Теперь, давайте поговорим по поводу золотого костюмчика. Как я уже говорил в начале видоса, ребят, завтра нам должны завести вот этот вот золотой костюмчик, ну рулетку, конечно же. Откуда можно будет вывести себе вот этот вот золотой костюмчик. Можно будет себе заполучить скинец на АВМ-ку, мифический, внимание, ребят. Мифический скин на АВМ и еще и мифический скин на ДБС. То есть, ранее у нас в рулетке было по одному мифическому скину, да. То есть, у нас был миф-скин на М-очку, а потом на М24. Сейчас у нас, получается, два скина уже будут. То есть, один будет на ДБС, ребят, а другой, как вы видите, будет у нас на АВК, на АВМ. И что самое интересное, во второй рулетке, ну вы знаете, что у нас будут два золотых костюма, я, в принципе, показывал в утечках, тоже будут два мифика. И если я правильно помню, это будет скин на ВСС-ку и скин на коллаж. Короче, мифический скинов, ребятки, будет завалить именно в ближайшее время в ПАБ Мобайл. И я не сказал бы, что это хорошо, потому что миф скин на оружие, это, ну, редкость. Ну, согласитесь, это очень редкая вещь. А сейчас их, ну, прям очень много. Да, выглядит хорошо, вопросов нет, анимация, светится. Ну, зачем целых два скина добавлять, ну, это прям вообще перебор. Чисто, снова же, мое субъективное мнение. Да и вообще, кому нужен скин на ДБС? Чисто для коллекции, ну, я с ДБС-кой вообще не играю. Ну, просто вообще не играю. Если она мне упадет, будет, ну, максимально предсказуемо. Потому что ПАБ любит меня удивлять и именно дропает то, что мне вообще не нужно. Но скинчик годный, согласитесь, выглядит сочно. Ну, ДБС-ка, камон, кому она нужна? Ну, окей, если вам нужна, напишите об этом в комментах, ребят. Но чисто мое субъективное мнение, что, ну, нафиг она никому не нужна. Вот костюмчик сок, вопросов нет. Будем крутить рулеточку на моем аккаунте. Так что, ребят, не пропустите видосик, он выйдет прям с утра пораньше. Будем просто выбивать все по максималке. Надеюсь, мне повезет. И, наконец-таки, я смогу выбить из рулетки золотой костюм, а не просто его покупать за кристаллы. Ну, а прямо сейчас, как вы понимаете, ребят, мы с вами медленно, но уверенно переходим именно к обзору наград следующего 13-го Роял Пасса. А именно, впервые вы увидите, как они выглядят именно в игре. Снова же костюм 50-го уровня. Ну, я уже говорил свое мнение. Я думаю, можно повториться в последний раз. Не то. Не то вообще. Не то, чего я ожидал. На первой аватарке костюмчик выглядел намного интереснее. Если вы помните, когда была первая утечка аватарки, костюм был максимально для меня интересным. Сейчас, нет, не мое. Я буду РП покупать именно, конечно же, ради вот этого вот берильчика. Я уже говорил в обзоре именно самих наград. Если вы вдруг пропустили, можете посмотреть, ребят. Скинез на берилл крутой, выглядит сочно. Золотой, ну, кому не нравится золотой скинез именно в PUBG Mobile. Тем более, его можно получить, что всего лишь купив себе РП-шку за 300 ютсэшек. Ребят, это максимально выгодно. Также у нас будет именно вот такой вот костюмчик. Я говорил, что костюмчик мне понравился. Даже кипарь мне понравился. Выглядит очень даже интересно. Штанишки хорошие. Ну, короче, годный костюмчик. И, в принципе, таким же годным у нас является скин на мини-14. Я тоже об этом говорил в обзоре, да? Ну, повторяюсь. Минник. Скинец меня не разочаровал. Он мне нравится. Костюмчик за первый уровень. Окей. Эмоция за 15 уровень. Сейчас мы с вами далее увидим. Бесплатной линейки. Тоже топчик. А вот остальное. Ну, остальное. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Вот такой вот костюмчик в обменнике у нас будет. Ну, не знаю. В честь чего, зачем и почему. Вообще никак не связано именно с костюмом, который у нас именно в самом РП. Непонятно вообще тематика. Вот такой вот цветастый у нас скинчик на Томпсон. Тоже будет в обменнике вместе с этим костюмом. Тоже непонятно зачем. Да, выглядит интересно. Но это Томпсон. Ну, возможно, кто-то из вас играет с Томпсоном. Я ничего против него имею. Но я снова же, я не играю с ним. Я даже с Юмпиком редко играю. Причем многие говорят, Дрим, переходи на Юмп. Но сейчас его вроде бы пофиксили чуть-чуть. Скинец на гранатку. Меня не разочаровал. Скинец прикольный. На дымовую гранату. Выглядит интересно. Скинец на мутант. Такое себе. Это бесплатная линейка. Поэтому, ну, в принципе, чего мы с вами ожидали. Да? Но скинец на мутант вообще ни о чем. Эмоция. О которой я говорил. Ну, эмоция топ. Ну, согласитесь. Выглядит очень даже интересно. Эмоция прикольная. И это бесплатная линейка, ребят. Напоминаю. Бесплатная линейка. Посмотрите именно, как это выглядит со стороны. Это у нас именно взято с китайской версии. Если вы вдруг не знали. А вот это у нас платная эмоция. Ну, пафосно. Но слабенько. Пафосно, но слабенько. Короче, костюмчик, если честно, опечалил меня. Потому что, ну, выглядит он не очень. Не так, как я ожидал. А вот ранговые награды. Максимально прекрасные. Конечно же, нужно обязательно, ребятки, качать свой ранг в следующем сезоне. Чтобы забрать вот эти награды. У вас будет вот такой вот прикольный плюшевый кролик на плече. Ну, что еще нужно? Если у вас нет питомца, вот будет у вас плюшевый кролик. Даже без никакого доната. Это все абсолютно бесплатно. Ну, а далее вы еще увидите костюмчик, который мифически можно будет получить. Именно снова же за цикл. В принципе, это все, что я хотел вам показать. Рассказать постарался быстренько, ребят. Чтобы не затягивать. Надеюсь, видос вам понравился. Надеюсь, видосик был для вас полезным, интересным. Если да, обязательно поддержите его своим царским лайком. Также, ребят, напоминаю. Не забывайте участвовать во всех розыгрышах. Они сделаны специально для вас. Розыгрыш прокачки аккаунта. Розыгрыш РПшек. ПП машинок. Все это есть в описании. Просто переходите, выполняйте условия, участвуйте. Потому что шансы есть, конечно же, у всех. РП мы с вами выберем победителей уже через пару дней. Сразу перед выходом нового РП. Поэтому переходите, участвуйте. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на телеграм-канал. Там самая полезная оперативная информация. Также там выкладываю кодики на ЮЦ-шки, ребят, которые можете активировать в Мидосбай. Ну и вообще там есть информация и про меня. Там на рыбалочку как хожу и так далее. Все. На этом все. Всем говорю огромное спасибо за просмотр. Всем говорю огромное спасибо за лайки, за подписку. Вы мега красавчики. Всем желаю приятного дня. Берегите себя, берегите своих близких. С вами был Дрим. Всем топ-1.